Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро, мои хорошие! Доброе сентябрьское утро! Тёплое, волшебное, я бы даже сказала шикарное! И желаю вам такого же тёплого, волшебного и шикарного настроения, несмотря ни на что! Всё, выдыхаю, и у меня такая ситуация... Так, главное, чтобы не плакать, потому что я вчера уже отплакала, и, по-моему, даже ещё видно, какая припухлость, потому что я вчера весь день плакала. Да, любовь тоже может плакать. Любаша ваша тоже может плакать. А ситуация такая именно с ремонтом. Я ничего не снимала. Я вообще не могла ни снимать, ни себя. Вообще, ни эту ситуацию. Ну, в общем, что-то пошло не так в нашем ремонте, вот в этой лестнице. Ну, вот что-то вот не так. То ли что-то не рассчитали мы. Нет, не рабочие. Рабочие вообще всё великолепно сделали и поставили нам лестницу под ключ. Да, расплатились полностью. Претензий к ним нет. Но наши были расчёты с Сашей. Ну, что-то мы вот не так всё это рассчитали. Да, у меня прям грустные глаза. Я точно знаю, что я готова расплакаться. Сейчас присяду на этот замечательный табурет, который Саша сам сделал. И всё вам расскажу. Или только часть вам расскажу. Ну, вот вроде всё рассчитали. Прямо вот всё нарисовали, всё объяснили. А получилось так, что когда Саша спускается со второго этажа по лестнице, то головой бьётся о балкон. Не очень приятно. Теперь в этом месте придётся какую-то подушку. Ой, такие мушки противные. Придётся какую-то подушку придумывать. Ну, потому что балку не снести. Она несущая. Не рассчитали шаг... Как я называю? Шаг резьбы. Я технарь, поэтому у меня всё. Шаг резьбы. Не рассчитали шаг по лестнице какой. Она казалась очень мелкой и очень неудобной. Ну, мы как просили, так ребята и сделали. Ну, в общем... Саша приехал. Тоже расстроился. Я наплакалась так вообще. И дочки мои сказали, что Надюша в основном говорит, мамульчик, не переживай, давайте переделаем весной. Весной нельзя переделать. Рассохнется весь материал, и тогда вообще придётся всё выбрасывать. Всё, ну, не выбрасывать, а всё в печку, в баню, в дом. Поэтому всё мужественно собрались и заново всё переделаем. Всё заново. То есть Саша купил заново материал. Огромнейшее спасибо ребятам, таджикам. Я вообще хочу сказать, что для нас слово таджики... Нет, не для нас лично. Ну, вообще так, в простонародье. Те люди, которые делают большей частью черновую работу. У нас работают просто мастера. И вот даже на «ты» сказать у меня не поворачивается язык. Это мы считаем с калькулятором, с какими-то там... Как терем Пифагора, как я смеялась с Верочкой. И когда Саша строил там что-то такое, защиту на лестнице, он по теремии Пифагора всё рассчитывал. А эти всё в уме. И всё в уме считают. Не калькуляторами, естественно. И всё потихонечку, по миллиметру они срезают. В общем, я очень довольна. И самое приятное... Да что ж такие мушки. А самое приятное, что... Они пришли к нам абсолютно бесплатно всё переделывать. Вот они сказали, что мы вам поможем всё переделать. За так. Очень приятно. И я очень тронута этим. А муж меня называет Мурзилкой. Я не помню, с какого это мультфильма. Кто всё время там фотографировал, там или снимал. Может, мне подскажете? Да, конечно, я понимаю, что интернет в помощь. Но что-то я не вспомню. Откуда это пошло? Мурзилка и Мурзилка. Ну, конечно, не любит, когда я его снимаю на камеру. Особенно, когда он не просто работает, когда он сосредоточенно работает. Вот кто-то там до миллиметра высчитывает, и я тут со своей камерой там влезу. Ну, что-то, конечно, остаётся для домашнего видео только. Да вообще очень много остаётся для домашнего видео. Это же понятно. Это же не вся моя жизнь, и не вся наша жизнь. А это всё-таки, возвращаясь к тому, когда многие пишут, что вытвы всю жизнь на показ. Не-а. Не-а, говорю я. Это не вся жизнь на показ. Поверьте, люди, которые снимают влоги, у них большая-большая часть жизни остаётся за кадром. Или, повторюсь, это всё остаётся для домашнего видео, которое мы радуемся, какие-нибудь приколы, какие-нибудь там веселья, которые, в общем-то, не для глаз Ютуба. Что я ещё хотела сказать? А поставьте лайки мне. Чё-то в последнее время у меня столько мало лайков, и мне как-то немножко грустно и обидно. У меня есть несколько видео, где у меня больше тысячи лайков. Вы представляете себе? Больше тысячи человек поставили мне лайки. Вот есть такие видео. Это видео творчества. Вот за творчество мне ставили лайки. Ну, ладно, об этом потом. Сегодня будет необычный ролик, необычный день. Я, по-моему, несколько раз практиковала такого формата видео, когда сегодня я с вами здороваюсь, разговариваю, а потом раз и показываю вчерашний день. Но вчера я не могла ничего вообще, не здороваться, не... Вчера столько слёз было. Очень было много слёз, поверьте. Нам, в общем, мы решили обшивать второй этаж, всё отдирать, всё заново утеплять и обшивать второй этаж. Правда, знакомо? Когда начинаешь, только лесенку поставить. Да что такое? Да просто лесенку поставить. А потом раз... Решили первый этаж утеплить. Потом раз... Дёрнула за вагонку. Мама дорогая. Она тоже вся отваливается. И утеплителей там нет, поэтому и холодно всегда на втором этаже. Там просто досками было забито. Досками. И всё, и улица. Ну, снаружи, да, утеплитель положили, но факт. Просто досками. В общем, через несколько видео я обязательно расскажу тайну нашего дома. А моя подписчица... Я обещала моей подписчице Татьяне Марковой. Если вы сейчас смотрите, Татьяна, я вам написала, что я обязательно расскажу, почему это не наш дом. Такая, знаете, затравочка на следующей серии. Ну что ж, добро пожаловать на следующую станцию, которая была вчера, которую мы уже проехали, мы прожили. А вы можете посмотреть и порадоваться моему дню, что я всё-таки что-то делала, несмотря на слёзы и переживания. Всё равно я работала и... Ну да, плакала. Плакала. Было дело. Знаете, как я люблю камеру вот так вот ставить? Я просто от этого балдею. Когда тебя всё видно и когда вы смотрите на меня сверху. так я видна вся. Улыбайтесь со мной. Улыбнитесь сегодняшнему дню, великолепному, тёплому, радостному, сентябрьскому дню. Улыбайтесь почаще вместе со мной. Потому что, я ещё раз вам говорю, если меня посмотрело 500 человек, и 500 человек улыбнулись моему дню, я говорю, ради этого стоит снимать, и ради этого стоит жить, в конце концов. Посмотрите, какая красивая паутина. Нет, не чарлик, а паутина. Её можно рассмотреть, какая она красивая, когда на неё попали опилки. Держу собаку свою, чтобы он не влез сюда. Тоже любитель попасть в камеру. Держу собаку свою. Всё, обратного пути нет. Закуплена вагонка. Закуплен утеплитель. Материал. Ну что, ребята продолжают работать, а я вам показываю вчерашний день. Наконец-то. Ну всё, урожай собран. Теперь осталось подготовить грядочки мои под зиму. И грядочек-то на самом деле не так много. Вот это поле моё картофельное. Моя гортензия фиолетовая, которая цвела один раз три года назад. И всё. Ещё одна гортензия, которая вообще не хочет цвести. Огурцы собрала, перепахала и засеяла горчицей белой. Ну, похоже, пора поливать. Давно не было дождей. А вот здесь вот я расширяю не грядку, а место между грядок. Очень оказалось неудобно не косить, не проходить. Ну, в общем, сейчас буду этим заниматься. Выкопала щавель. И здесь у бабушки поставила в таз. чтобы совсем у меня он не засох. И посажу на эту грядочку. Не думала, что сегодня так будет жарко. Такая непредсказуемая погода. Июль дождливый. Пол августа были дождливые. Ну, в общем, вот так вот. Себе здесь местечко побольше. так вот. Иное, иначе. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Не люблю пропалывать. Ужасно. Вон, посмотрите. Видите клубничка? Вот еще клубничка. И вон там еще клубничка. Должна быть еще где-то. Еще раз отдохнет. И, наверное, будет числа 15 сентября цвести. И уже до ноября месяца даст нам еще один урожай. Продолжение следует... А я сейчас буду готовить рисовую кашу. Вот в таких вот горшочках. У меня их осталось два. Ой, лет, наверное, 25 назад моя приятельница подарила мне их. Она в свое время их сама изготавливала. И, в общем, из шести осталось два горшочка. Рисовую кашу я сначала приготовила на воде, потом добавила молока. Ну, довела до практически до полуготовности. Добавила кусочек сливочного масла. И сейчас хочу показать последнюю кастрюлю, который очень... Ну, ковшичек, которому очень много лет. И я его планирую на днях очистить. А видео о том, как я очищала свои кастрюли за 40 минут, можно посмотреть у меня на канале. За 55 рублей. Так что очередь. Очередь. Тебя, мой дорогой ковшичек. А это у меня большая алюминиевая кастрюля с советских, глубоко советских времен. Здесь я готовлю яблочное пюре. И в духовочку. Верочки и Саши. Верочка сейчас приедет, а Саша приедет завтра. И на завтрак ему будет каша. Приезжает он очень рано. Я думала, ты сейчас поешь кашки. Смотри, как я тебе накрыла. Горшочек не вари. Да, Верочка, среди вот этого. Хорошенькая моя. Убегаешь на волейбол. Да, приехала ради волейбола. Если они меня разочаруют, ух, порву как тузик грелку. Ты еще... А, ты наверх не поднималась? Нет. Верочка, можно подняться наверх. Он подзвонил. А, это рекомендую. Ну, давай, Верунечка. Я здесь уже каждый день, по три раза в день, подметаю, убираюсь. Немного груш. Но они такие зимние. Все, ты поехала. Баньку топить, Веронька. Давай, давай, Веронька. Так вот, смотрите, какие груши. Несколько лет назад я дарила Саше на день рождения грушу. Трехлетку. Она очень-очень долго поднималась. Очень долго. Пока в конце концов я не занесла над ней топор. И не сказала, что если ты не будешь полдоносить, я тебя вырублю. И, вы знаете, сработало. Это мне посоветовала какая-то здесь бабушка из деревни. А они так практикуют с яблонями, которые не хотят плодоносить. И вот еще груша другого сорта. Не знаю, как называется сорт, но тоже похожие поздние октябрьские груши. Она долго тоже стояла, думала, когда же ей плодоносить. Ну и вот, в общем, второй год она дает нам груши. А вот эти груши, ароматные, медовые, мне принесли соседи. Вот такие груши. Ой, какие-то мошки уже летают. Сколько ж уборки. Еще не доделано. А уже уборка. Уборка. Ну, в общем, начали мы лестницу. Первый этаж утеплили изнутри. И теперь, я так думаю, что предстоит утеплением снять вагонку и утеплить второй этаж. В прошлый раз я уже показывала, когда отодрали вагонку, что было у нас утеплителя, толком не было. И вот даже сейчас показываю. Сейчас. Видите, как. И тоже самое утеплитель у нас бумажный. Вот он. А там просто доски на улицу. Ну, в общем, думаем, вот так оставлять. И когда-нибудь, когда-нибудь в следующий раз утеплим. Или пока мастера, сразу все сделать. Вот то, что внутри. И все. Как вы думаете, что делает мой маленький пес? Будете смеяться. Кушай, кушай, мальчишка мой. Кушай, кушай. Это очень-очень полезно. Кушай, мой хороший. Я разрешаю. Я разрешаю. Не кормит тебя, да, черлёш? Кушай, кушай, мой хороший, кушай. Нет, это не у бабушки, Верочка. Моя? Это моя клубничка. Иди с этой стороны, дочка. Ничего себе. А что же вы молчали? Не молчат. Так. Так я не молчу, Веронька. Нет, молчишь. Могла с утра сказать. А то сейчас Слава меня будет уже подгонять. Так, все, не собирайте их немного. Что же так делает, да? А что он будет подгонять? Потому что нам уже ехать. А, вам уже пора ехать, да, Веронька? Все. Вкусная клубничка. Кушай, дочечка. Вкус зубной пасты. Вкус зубной пасты. Мне написали под моим видео, Мария Измайлова, что ты очень стала грустна. Правильно, лето прошло. Вот, я тоже ей написала. Пишу, Машенька, лето прошло. Ребенка уже две недели не вижу. Да, волейбола нет. У меня волейбол есть, но уже школа. С Машей там тоже говорим, не хочу в школу. Потому что это не дети идут в школу, а родители. Ну вот и все. Клубника собрана. Урожай собран. Перепахало. Не очень глубоко. И сейчас еще раз засыплю свое картофельное кабачковое поле. Очень полезными сидоратами. Это горчица. Урожай. Урожай. Субтитры создавал DimaTorzok